Шаббат шалом, братья и сестры! Идет 21-й день войны Израиля с Хамасом. На протяжении этих трех недель идут ежедневные обстрелы центральной и южной частей страны. Ежедневно усугубляется обстановка на севере, а также на территории Иудеи и Самарии. Каждый день этой войны армия обороны Израиля уничтожает сотни объектов военной инфраструктуры Хамаса на территории сектора Газа и Ливана. При этом страдает и мирное население. Тысячам евреев и арабов пришлось покинуть свои дома. Многие потеряли своих родных и близких. Мы благодарны вам за ежедневные молитвы за мир в Иерусалиме и по всему лицу Израиля. Пусть Божий шалом наполнит сердца евреев и арабов. Пусть это безжалостная и беспощадная война скорее закончится. С ближайшего понедельника мы возобновляем еженедельные выпуски наших передач. Очень надеемся, что вы по ним соскучились. Также мы продолжим делать репортажи отсюда, с места событий. И еще мы хотим познакомить вас с христианским сообществом Израиля. Думаем, что очень важно узнать мнение наших братьев и сестер, которые несут служение здесь, в земле обетованной. Меня зовут Ховард Бас. Я и моя жена, мы живем в Бейершеве. У нас четверо детей, которые родились и выросли здесь. И один из них живет здесь, где мы сидим, в Шорише. У нас здесь в Шорише также есть пятеро внуков. Все наши дети поженились, и, к счастью, все они верующие. Они служат Господу в своих общинах и в других служениях. Мы живем в Бейершеве 41 год. Мы верующие уже 42 с половиной года. Сейчас я пастор общины наследия Ешуа, Нахала Ешуа в Бейершеве. Мы — это община, говорящая на иврите, но это международная община. У нас есть русский перевод, английский перевод, испанский перевод. Наша община возникла в 1972 году, за 10 лет до того, как мы сюда приехали. Итак, мы дома. Я еврей. Я дважды приезжал в Израиль, когда был еще неверующим. И что важно, я дома. Когда я стал верующим, Иисус сделал Израиль моим домом и привел меня сюда. Поэтому я благодарю Бога за Его милость и за то, что Он будет и дальше нашим Господом. Он продолжит оставаться тем, кто Он есть. Он не может быть никем иным, кроме того, кем Он является. Знаете, у нас сейчас война. Называются железные мечи. Я думаю, что многие называют эту войну как войну Симхат-Тара. Она началась в последний великий день праздника Кущей, 7 октября. Я должен отметить, думаю, эту дату и этот праздник будут помнить всегда. И наши молитвы, очевидно, сосредоточены на том, чтобы Господь совершил свою волю. Мы хотим, чтобы Израиль одержал решительную победу над терроризмом, который начал войну и воюет с Израилем с тех пор, как мир сказал, что Израиль может прийти в эту землю, чтобы жить здесь. Еврейский народ вернулся сюда, чтобы жить. Это возвращение началось после Первой мировой войны. Мы знаем пророчество Бога, но после Первой мировой войны даже этот мир сказал, что еврейский народ может вернуться сюда и снова делать Израиль своей родиной. Однако только после Второй мировой войны мир это признал. С тех самых пор в Израиле постоянно происходят войны. Сейчас это первая война, которую Израиль действительно объявил, начиная с войны судного дня 50-летней давности. У нас были и другие военные операции, но сейчас это называют именно войной, и она затрагивает всю страну. В Ливане была война, которую называли войной, но она не затронула всю страну так, как сейчас. И опять же, мы уже 9 лет проводили различные военные операции против Хамаса, против террористов, организаций и правительства в секторе Газа. Поэтому наши молитвы направлены прежде всего не только на то, чтобы заложники были освобождены, но и на то, чтобы общины, живущие на границе, еврейские общины, израильские, могли вернуться домой и иметь что-то вроде возвращения к прежней жизни. Однако все знают, что она не будет такой, как прежде. Наши молитвы сосредоточены на Божьей воле, чтобы получить от этой ситуации то, что Бог хочет, каким бы ни был исход. Мы думаем, что Израиль одержит победу. Это случилось снова. Подобное происходило всегда. Мы хотим, чтобы воля Божия исполнилась. Он хочет спасти больше людей. Он хочет, чтобы к Нему обратилось больше душ. И поэтому мы просто доверяем Ему, каким бы ни был результат. Господь будет способствовать осуществлению Его плана, Его цели, направленной в конечном итоге на то, чтобы все пришли к Иисусу. Он тот, кто принесет праведности мир Израилю и всему миру, включая арабский народ. Пока Он не придет, в мире не может быть мира, потому что в Нем нет Божьей праведности. Библия говорит, что Сатана — Бог этого мира. Итак, пока Он — Бог этого мира, этот мир не может стать лучше с точки зрения Господа Бога. Мы должны быть терпеливыми в вере, говорит Иисус. Те, кто претерпит вере до конца, будут спасены. Мы не можем отказаться от Бога. Это невозможно. Таким образом, наши молитвы сосредоточены на укреплении нашей собственной веры, на том, как мы можем помогать друг другу еще лучше. Возможно, будет еще тревожнее. Мы думаем о том, на что нам следует рассчитывать в будущем, какие изменения, возможно, потребуются внести. Это касается и общин, церквей. Думаем, как мы будем проводить служение. Ведь мы живем в стране, которая не поддерживает нашу веру в то, кем является Иисус, что Он — Мессия и Сын Божий. Эта страна этого не принимает. Так что жизнь здесь непростая. Нам приходится жить с этим постоянно, и это на самом деле хорошо, потому что наша вера должна быть активной, а не приниматься как нечто само собой разумеющееся. Итак, люди объединяются по всей стране — верующие евреи и верующие арабы. Вот только вчера я был на национальном молитвенном собрании, где верующие в Иисуса, евреи и арабы собрались вместе, лидера разных церквей, общин во всех частях страны. Мы хотели подчеркнуть наше единство, говорили о стремлении сохранять единство тела Христова, сохранить тело Христа в союзе мира, в любви. Это непросто. Это очень сложно. Сейчас трудное время для церкви в Израиле, для еврейского народа, для арабского народа, для любого другого народа, который проживает здесь. Нужно показать истину о том, кем является Иисус Христос, Иешуа Мессия, посредством нашей собственной любви друг к другу, через наше единство, через нашу веру. Когда мы будем светом, будем солью, будем благоуханием, люди узнают, что мы верим в Иисуса, мы верим в Иешуа, мы верим в Иису. Это арабское имя Иисуса. Господь нас пробуждает. Слово Божье истина. Еще больше людей, в том числе вы, христиане в России, или где-то еще, должны читать Библию. Всю Библию, включая Танах, то есть Ветхий Завет, Моисея, Пророков, Писания и Новый Завет. В Новом Завете говорится о многом, что относится к Ветхому Завету. Если вы не читаете Ветхий Завет, вы можете не знать, о чем они говорят, или вы не можете знать достаточно, чтобы понять вещи, которые происходят сегодня. Мы можем видеть, что Слово Божье говорит о том, что должно произойти до возвращения Иисуса. Итак, мы шокированы. Вы знаете, Израиль был застегнут врасплох, но мы не должны удивляться происходящему, ведь Слово Божье об этом говорило. Мы просто не обратили на это внимания. Израиль не обратил внимания на имеющиеся у них признаки того, что напротив газа может произойти что-то серьезное. Мы можем быть обмануты, если не верим Слову Божьему, а это истина. Надо быть готовым. Возможно, мы не знаем, как все может начаться, но когда это начнется, нам нужно знать, «А, это именно то, что было сказано, и в этом наша сила». Люди скажут, «Господи, помоги нам, помоги». Мы доверяем вам, что вы хотите, чтобы мы делали в это очень трудное время, да и в другие трудные времена, которые могут наступить. Мы знаем из Библии, что придет ложный мир. Многие страны мира, в том числе и Израиль, пытаются придумать что-то для этого региона. Однако, по Слову Божьему, это ложный мир. Мы не можем радоваться этому мирному соглашению, о котором предупреждает нас Бог. Это не истинный мир. Дело в том, что в мире нет праведности Божьей. В Бога не верят. Это светский мир, который не может быть тем миром, который хочет дать Бог. И так как верующие, мы должны быть проницательными, нам нужно бодрствовать, чтобы нас не сбивали с пути нашей эмоции, наша политика или наши предпочтения. Мы стоим на Слове Божьем. Он собирается его исполнить. Мы не стоим на том, каким, по нашему мнению, Слово Божие должно быть. Он не меняет Слово. Он верен и способен исполнить его. И в этом наша уверенность. Верит ли еврейский народ, что земля, которую Бог обещал Аврааму, Саку и Якову, будет их землей. Но это Божий план, не их. Надо, чтобы христиане знали обетование Нового Завета, который у нас есть. Мы знаем, что это произойдет, потому что Бог сдержит свои обещания. Он занялся Израилем. Поэтому нам нужно бояться Его. Если мы боимся Его, мы будем доверять. Мы будем верить Ему еще больше. Мы можем думать, но нет, можно верить во что угодно. Это не имеет значения. Бог любит меня. Я спасен благодатью. У всех разные мнения. Каждый учитель может придумать что-то свое. Я всегда говорю нашей церкви, сами изучайте Священные Писания, чтобы убедиться, правда ли то, что я вам говорю. Вы несете ответственность. Не слушайте кого-то просто, но проверяйте, если у вас есть вопросы. Вы несете ответственность за то, кого вы слушаете и что вы с этим делаете. Не сдавайтесь, потому что Он не отвечает прямо сейчас, о чем Он говорит. Я отвечу свое время. Нам нужно ждать. Он знает, что Он делает. Он любит больше, чем мы любим. Он более милосерден, чем мы. Он более справедлив, чем мы. Он умнее нас. Он более заботится о людях, чем мы. Нам нужно научиться доверять Ему и позволить Ему сделать нас более похожими на Божьего Сына. Тысячи людей в России сейчас молятся о мире в Иерусалиме, о благословении еврейского народа. Может быть, вы могли бы оставить небольшое послание христианам России? Что ж, я думаю, что то, что я только что сделал, вероятно, это послание, в котором я хочу поблагодарить всех вас в России, кто верит в Божие обещания и верность Израилю и еврейскому народу. Не только еврейскому народу, живущему в любой точке мира, но и Израилю, поскольку обетования, которые Бог обещал для этой земли, будут принадлежать именно им, когда придет время. Израилю также необходимо покаяться, чтобы унаследовать вечное владение землю, обещанную Богом. Спасибо за молитвы о мире в Иерусалиме и за спасение Израиля. Опять же, мир в Иерусалиме должен быть миром Божьим, а не миром во всем мире. Так что не обманывайтесь, когда люди заключат мир, который будет выглядеть как мир для Иерусалима. И если Иисус еще не вернулся, это не Божий мир. Я благодарю вас за то, что вы остаетесь верными. Поэтому благодарю вас, что вы стоите вместе с Богом во имя Израиля. Спасибо Говарду Басу за его твердую христианскую позицию. Все, что происходит сейчас в Израиле и вокруг него во всем мире, говорит об одном. Мессия грядет. Шаббат шалом.